Вот этот сорт гортензии мы все ждали. Каким же он вырастет? Это тикл пинг. Видите, все-таки позднее цветение. И огромные-огромные вот эти стирильные цветы, они как шапку образуют. Издалека кажется, что это крупнолистная гортензия. Посмотрите тикл пинг. Остальные еще не раскрылись. То есть позднее цветение. И эту гортензию я заберу к себе домой. Я решила, я выкопаю крупнолистные гортензии и посажу тикл пинг. Вот он тикл пинг. Какой аппетит ламтрелм. Вот он. Посмотрите, открылся много стирильных цветов, но такие крупные стирильные цветы, фертильных тоже много. Вот такой вот пирамидальный. Но мне кажется, он чем-то похож все-таки на пинки-винки. Похож на чем-то, он похож своей свечкой, может быть. Петит ламтрелм. Но они впервые у нас, и мы будем за ними наблюдать. Будем смотреть. Естественно, это не скоровый сорт. Где-то вот здесь внизу, посмотрите, зеленоватые стирильные цветы. Но в целом, посмотрите, как красиво меняет свой цвет. Петит ламтрелм. Полистар. Какой он красивый, когда цветет. В поле он еще есть. Смотрите, какой мощный куст Полистара. Вот таким он стал за лето. 850 рублей. Полистар. Тоже домой заберу. Уж очень красивый куст. Смотрите. А это Петит Стар. Тоже низкорослый сорт. Каждый год приходит очень много новинок. И кусты были настолько слабенькие. Просто в П-9. Такие были слабенькие. Думаю, что наши некоторые покупатели тоже получили не очень мощные такие кустики в П-9. Но соцветия круглые. Видите? Меняет свой цвет. И в следующем году, конечно, будем еще наблюдать. Вот эти новинки по одной штуке. Мы их не будем продавать. Мы должны их пересадить в более крупный контейнер и посмотреть, как они себя будут вести. Чтобы увидеть полную ясную картину и показывать вам эти сорта. Вот он, Оксан. Петит Стар. Видишь? Круглые соцветия. Очень были слабенькие. Смотри. Петит Стар. Я не знаю. Боюсь, что не хватит места в моем саду посадить все новинки. Роскошный куст. Вот он. Литл фреско. Огромные такие соцветия. Рыхлые. Вы знаете, многие гортензии практически не имеют каких-то маркеров. Кроме как роста, наверное. И мы за ними должны наблюдать. Если бы я не прочитала, что это Литл фреско, не могла бы отличить от других некоторых сортов. Если бы я не прочитала название сорта, я не знаю, догадалась бы, что это Литл фреско или нет. Пока явных сильных маркеров мы не видим. Да, такие куполообразные. Да, поменяли свой цвет на розовый. Да, это низкорослый сорт. Но думаю, что мы всю красоту еще не увидели. Были очень маленькие растения. Мы их посадили из по девятки. Трехлитровый контейнер. Давайте понаблюдаем еще пару лет за новинками. И будем уже точно видеть, как они себя ведут в нашем регионе. И давать характеристику этого сорта. Потому что в каждом регионе гортензии ведут себя по-разному. Да, этот сорт называется Magical Lime Sparkle. Это тоже новинка 22-го года. Вот они стоят два сорта. Соцветия практически одинаковые. Это был лаймового цвета. И этот лаймового цвета. Хотя, в жемчужину фестиваля невозможно перепутать. Она немного не спадает. Но я впервые вижу, что жемчужина окрашивается в розовый цвет. Посмотрите, как необычно. Не переходя в белый цвет, лаймовые цветы переходят в розовый. А это Magical Lime Sparkle. Тоже похож. Мелкие-мелкие, такие стерильные цветы. Посмотрите, какие они мелкие. Низкорослый сорт. Будем за ним наблюдать, смотреть. И тоже начинает розоветь. Но жемчужину фестивалю такую красавицу я вижу впервые. И не зря она говорит, что это жемчужина. Вот теперь я согласна. Старроуз. Много таких вот стерильных цветов. Но они как вертолётики. Они не круглые, такие вытянутые стерильные цветы. Смотрите, как вертолётики. Вот если ангел власть, я говорю, крыльские ангелы. А здесь они мне напоминают вертолётик. Это Старроуз. Это мохито. И мы всё время ищем маркёры этих соцветий. Маркёры этих гортензий. Вот он, мохито. Он зеленоватого цвета был. И видите, начинает розоветь. Вот, посмотрите. Такие нежные розовые оттенки получаются. Такие округлённые шапки. Очень интересные соцветия. Как будто они сложились друг к дружку. Очень красивые. Плотные такие. Смотри, плотные. Друг на дружку. Да, друг на дружку находят цветы. То есть очень красивый тоже сорт. Будем смотреть, наблюдать. И по маленьким растениям не нужно судить ещё о сорте. То есть не всегда маркёры гортензии проявляются на очень маленьких растениях. Мне ландшафтные дизайнеры спрашивают, Гера Викторовна, нужно ли так много новых сортов. И сейчас мы начали наблюдать за гортензиями. И готовим такую большую работу со студентами. У нас дипломная работа скрытые маркёры гортензии и явные маркёры. То есть много сортов. Сейчас делаем фотографии стерильных фертильных цветов, описаний этих гортензий. То есть будем наблюдать, смотреть. И, конечно, есть скрытые маркёры. Если бы названия не написаны были, порой не отличишь один сорт от другого. Нет таких явных маркёров. Вот граффити. Да, здесь отличаются соцветия. Отличаются вот эти. Посмотрите, какой-то графический. То есть посмотрим, насколько этот маркёр явно будет выражен на соцветиях этих гортензий. На длинных ножках. Вот эти цветочки стерильные. Так же, как у фантома. Видите? Открывается такого лаймового, зелёного цвета даже. А здесь вот он окрасился. Но я думаю, что граффити назвали, может быть, из-за этих вот каких-то... Смотри, на соцветии как окрашиваются. Они какой-то узор рисуют. Да? На соцветиях, на стерильных цветках. Вот такой узор красивый. Хочется... Да, такой графический узор на стерильных цветах. И очень хочется увидеть эти гортензии уже во взрослом состоянии. Сейчас они ещё очень молодые. Когда молодые соцветия, маленькие растения, и говорят, то ли растения мы купили. Вот здесь разве догадаешься, что это граффити? Вот изменилась гортензия? Да, здесь мы можем понять вот по этой мозаике на стерильных цветах, что это граффити. А вот этот вот сорт, он тоже, кстати, интересный. Вот смотрите, это Be Happy. Вот такие вот соцветия, которые меняют свой цвет. Стерильные цветы становятся... Ой, фертильные цветы становятся такого красного цвета. А здесь такие розовенькие. И посмотрите, какие розовенькие бусинки тоже в центре этих соцветий, как у Самарской лидии. И здесь много фертильных цветов. Они окрашиваются в розовый цвет. Be Happy мне очень понравился. Посмотрите, какой компактный ровный куст. И вот эти соцветия такой пирамидальной формы, стерильных цветов, наверное, где-то 50 на 50 стерильных и фертильных, но он очень компактный куст. Be Happy. Be Happy не перепутаешь с остальными сортами. Вот его есть отличительная черта по внешнему виду. Посадим эти гортензии в грунт. И, конечно, мы увидим всю красоту каждого сорта отдельно. Продолжение следует...